Сегодня мы поговорим о новом, совсем свежем сериале от телеканала ТНТ. Это как бы новый сериал, но при этом не прямое продолжение, вернее спин-офф сериала «Полицейские срублёвки». Это будет некое такое расширение вселенной, условно. «Полицейские срублёвки» был когда-то неплохим сериалом. Примерно два сезона, потом что-то пошло не так. Ещё позже стали появляться фильмы, а иногда даже приквелы. Вот и Мухичу достался отдельный сериал. Ну что ж, давайте посмотрим, что же получилось. Итак, сериал «Детективное агентство Мухича». Берёт своё начало первая серия в доме, который среднестатистический чиновник назвал бы «сараем». В него прибывает Кристина, бывшая элитная проститутка, которая сейчас работает в полиции. И подрабатывает там же частным психологом. Ну и Мухич тоже. Кстати, по сути, главным создателем вот всего вот этого является Илья Куликов. У которого случился, когда-то не так давно, какой-то сдвиг, похоже. И он стал вставлять шутки про сиськи и письки просто в каждый кадр своих новых фильмов и сериалов. Вспомните, например, «Дракула» с Галустяном. Вот и тут первый диалог в этом сериале посвящён, конечно же, чему? Правильно, перепихону в кабинке туалета. За нашу первую брачную ночь. Я до сих пор не верю, что я это сделала. Это, конечно, не туалет в ресторане, где мы с тобой зажигали. Но менее темпераментные люди занимаются сексом и в спальниках. Кристина эта, кстати, самому факту перепихона с Мухичем в туалете не очень рада. Даже скорее хочет это забыть. Я даже ходила на сеанс гипноза, чтобы, ну, вот, сознательно заблокировать конкретно это воспоминание. Я так понимаю, тем самым психологом был вот этот парень. Мухич, ты не понял? Тебя забанят! Короче, Мухич рассказывает, что все воспоминания о перепихоне в туалете записал в виде этакой поэмы, заменив себя там на кого-то другого. В том воспоминании это как бы был не я, а Гильермо. А почему я Кристина, а не какой-нибудь аватар? Ну, потому что тебя уже никак не улучшить. Гильермо чуть более спортивный. Занимался греблем, знает четыре языка. Короче, вот этому парню подобные шутки не понравятся. Даже спустя годы. Как у меня горит очаг! В дом проникают грабители. Кристина предлагает вызвать полицию. Кто-то проник в дом. Я звоню в полицию. Ты забыла, крошка? Мы и есть полиция. Но Мухич находит другое решение. Он берет в руки огнемет и просто без объяснения сжигает дом. Оказалось, что это была такая попытка полицейских поймать похитителей антиквариата. И были они в этот момент в доме коллекционера. И вот Мухич сжег этот дом с коллекции на 50 миллиардов. Самый дорогой пожар десятилетия произошел сегодня в Парвихе. Сгорел особняк одного из крупнейших коллекционеров. Общая сумма ущерба по предварительной оценке превышает 50 миллиардов рублей. Ты знаешь, что такое 50 миллиардов? Неужели все настолько плохо, как говорят в новостях? Гораздо хуже. Володя, ваш начальник, сегодня в дурку заехал. Полицейских все-таки не посадили. Им дали за это условное. Поэтому теперь компашка дебилов сидит и обсуждает, что дальше делать Мухичу. Ну а самому Мухичу, в принципе, похрену. Зато вот у Кристины же ипотека. Ну что, поздравляю вас с решением суда. Класс, нас не посадили, ура! У меня теперь из-за тебя судимость. Я бизнес потеряла. Я, блин, ипотеку взяла. Что мне теперь делать? Сумма ипотеки. Ох, ты ж ее. У нас 160 лет. Кстати, когда тут нет шутеек про сиськи и письки, другие шутки в этом сериале выглядят, ну, примерно вот так. А ты че, Мухич, чем займешься? Где будешь работать? Охранником. Ну не издевайся ты над человеком, ну. Так че охранять будешь, Мухич? Склад или шестерочку? Смешно, потому что я натурально ебанулся от просмотра этого сериала. И у нее уже, блядь, все смешно. А прошло только 10 минут. По пути домой, после нажралого в баре, к Мухичу подкатывает черный джип, откуда выходят дяди в костюмах и говорят. Игорь Мухич? Если вы терминатор из будущего, который прибыл, чтобы убить меня как будущего спасителя человечества, то нет. Ну и да, неповторимый оригинал. Господин Кромер хочет с вами побеседовать. Кто вы, ты, ёб твою мать, блядь? Кто вы нас? Я один здесь, блядь! Жалкая пародия. Господин Кромер хочет с вами побеседовать. Нами дать номер телефона или в телегу, если удобно. Кстати, насчет телеги, она у меня тоже есть. Я там веду а-ля личный блог. Пишу посты на разные темы, поэтому подписывайтесь. Ссылка есть в описании и в закрепленном комментарии. Ну а еще, когда на мой телеграм подпишется 50 тысяч человек, я сразу же выпущу большой обзор по всей вселенной сериала Кухня. Короче, Мухича привозит, как он думает, наказник миллиардеру, чей дом он сжег. Но все оказывается не так просто, ведь коллекция у него была не особо-то ценная. Да и дом, в принципе, говно. А теперь страховка все покроет, и получается миллиардер как бы в плюсе. Сумма страхового ущерба составит 54 миллиарда рублей. Это что? Хорошо. Поэтому и позвал Мухича, чтобы отблагодарить. Мухич, конечно же, просит денег в качестве благодарности, чтобы воскресить на них мамонта. Вау! Вы дадите мне денег, а можно мне миллиард? Вот куда бы ты, к примеру, вложил 100 миллионов долларов? Клонирование мамонта. Миллиардер на такое ему денег дать не согласился. Но зато обещает открыть Мухичу детективное агентство и покрыть все расходы в качестве благодарности. С этой благой вестью он бежит к Кристине, которая сразу во все это не верит, но все-таки решает попробовать. Ну и да, если что-то разбивать в кадре, это всегда весело. Ты просто в этих очках, как моя математичка Татьяна Александровна. Зацени самое классное. А? Круть! Где там ух? Детективное агентство Мухича. А почему это вход в твой кабинет? Через мой кабинет? Это тебе что, приемная? Я типа твоя секретарша? Вау! А актерская игра в этом сериале все еще способна поражать. Поражать уровнем своей бездарности. В агентство приходит первый клиент, ведь миллиардер пустил слушок об этом агентстве среди своих кругов. И первым клиентом будет нападающий ЦСКА Чалов. Это же Федор Чалов! Этим, кстати, заканчивается первая серия. Вторая серия как раз этому и будет посвящена. Вообще, забавный, абсурдный детективный сериал, это может быть весело. Можно, например, вспомнить ту серию из «Счастливы вместе», где Гена как раз-таки и был детективом. Ты! Признавайся! Это ты тот самый хитроумный преступник, который придумал этот запутанный план! Ну! Что скажешь, а? Папа! А где мама? Но здесь ничего даже схожего, хотя бы чуть-чуть, не будет. Будет скучная, унылая, неинтересная срань. Без какой-либо логики, без какого-либо юмора. На счете детективы пришли осматривать место преступления. Пошутили тупые шутки о сериале «След». Прошу вас, коллега, приступайте. К чему? К сбору улик. Подай мне ультрафиолетовую лампу. Поищем образцы ДНК. Странно, что образцов не было, да? Вообще удивительно. В сериале «След» всегда получается. Хотя «След» объективно в сто раз смешнее, чем эта недокомедия. Майский? Да. Здорово. Здорово. Я там люди все еще не те делают! Я тебе дам! Но еще Мухич нашел пятно на полу. Игристое. Сухое. И они решают устроить допрос. Первым подозреваемым стал перебежчик из «Спартака». А если не «ССК», то кто? «Спартак, конечно». «Мясной кубок украл!» «Он же раньше в «Спартаке» играл!» «Они специально его к вам внедрили, чтобы совершить диверсию!» Но детективы вырываются к нему домой, оказывается, что он ни при чем. Зато он дает наводку. В смысле не денег на водку, а на наводку на человека, который может быть к этому причастен. Выясняется, что во всем виноват массажист «ССК», которому когда-то они дали выпить из кубка, а он-то так хотел. Все вроде хорошо, кубок найден, правда кубок раздолбан, но Мухич предлагает просто залепить жвачкой. «Я хотел его отремонтировать, мастер не нашел. Дайте-ка сюда». «Харю бы тебе этой жвачкой залепить!» А финал серии выглядит вот как-то так. «Подписывайтесь на нас ВКонтакте». «У нас что, есть ВК?» «Там, правда, пока только моя пинап-фотосессия». Если вы обратите внимание, четко видно, что изначально он, конечно же, предлагал подписаться на запрещенный ныне экстремистский сервис. «Подписывайтесь на нас ВКонтакте». Короче, дело раскрыто. Все счастливы, все, кроме зрителей. Третья серия. А, нет, погодите. В сцене после титров, вернее, во время титров, будет еще одна великолепная юморессия. Некая женщина перепутала клинику пластической хирургии с агентством Мухича. «Чем могу вам помочь?» «Я ищу клинику пластической хирургии». И он, то есть Мухич, вместе с другими дебилами будут пялиться на ее грудь. «Они... слишком хороши». В этом как бы шутка, юмор, смешно. Ха! К слову, есть вероятность, что у всех, кому это показалось смешным, вскоре на лбу вырастет коровье вымя. Третья серия. Снова богатый мужичок пришел в агентство. Авторы вкинули пару тупых шуток и пошли выполнять задание. Нужно понять, кто отравил прямо на юбилее этого богача. «Два месяца назад меня пытались отравить. Прямо на моем юбилее. Во время застолья мне подмешали цианид. Стакан с яблочным соком». Они идут, снова допрашивают всех по кругу. И тут оказывается, что Мухич пытается пользоваться физиогномикой. «У вас глаз дернулся. Я видел. Это признак лжи». Вторым, кого они опросили, был вот этот типа мажор. «Привет, я Леша. Давайте здесь поговорим, а то на хате я редизайн затеял. Бригада из Италии паркет перекладывает». И да, в итоге выясняется, что это именно он пытался отравить своего дядю. Все почему? Все потому, что дядя ничему ему не давал в плане финансов. А вся богатая жизнь его оказалась фейком. Как интересно. «Наши друзья из ментовки вскрыли твой аккаунт, и теперь я либо пишу пост от твоего имени с признанием, что ты полный ноль, либо ты сотрудничаешь с нами». «Я просто обиделся. Он пристроил на хлебные места всю свою родню до пятого колена, а про меня забыл». Ну и еще тут, конечно же, добавят типа интригу. И немного раскрыли суть вообще происходящего. Значит, Мухича еще раз похитили какие-то уже другие злобные дядьки и сказали завалить дело. «Не важно, кто придет. Не важно, что попросят. Берешь дело и заваливаешь. Все понял». Этим злобным дядькой оказался кореш миллиардера. Миллиардеру нагадали, что Мухич его талисман. И вот они поспорили, что Мухич раскроет десяток дел подряд. «И из десяти дел он раскроет в лучшем случае два. Ставлю все деньги, полученные по страховке, на то, что он раскроет подряд следующие двадцать дел». Хороший крючок, чтобы посмотреть сериал дальше, но на самом деле конечно нет. Лично я смотреть вам этот сериал не рекомендую. Хотя из-за этого можно было выжать смешную комедию. Нелепые детективные дела, которые расследуют глуповатый сыщик, но из-за своей неординарности все равно находит развязку. Это могло бы быть интересным, смешным и веселым, но не получилось. Получилось как всегда. Поэтому лучше заглядывайте ко мне на стримы. Прямо сейчас, если вы смотрите это видео в день выхода, мы там смотрим легендарный Бандитский Петербург Адвокат. Но вообще мы там смотрим всегда разное. И хорошее кино, и разный трэш. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал на ВАЗДе и на мой отдельный телеграм-канал, где теперь собрано все, что касается моих стримов. Записи, анонсы, голосования, опросы, разные мемы и все прочее. Это все есть и будет теперь только в отдельном телеграм-канале, ссылка на который есть в описании и на экране вы сейчас тоже видите. Ну а на ютюбе мы с вами тоже в скором времени услышимся.